МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика. С главными событиями четверга вас познакомят наши корреспонденты. Я Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Итоги и перспективы. Муниципалитеты отчитываются о проделанной работе. Без хорошей печи не создашь кирпичи. В Чебоксарах реконструировали уникальную печь 17 века. Красота спасет мир. Девушка из Чувашии получила титул Татьяна Поволжья на престижном конкурсе в Саранске. Сегодня отмечается 74-я годовщина Сталинградской битвы. Великое противостояние продолжалось почти полгода. С июля 1942-го и до 2 февраля 1943-го. И вошло в мировую историю как крупнейшая сухопутная битва. В середине июля 1942-го года в наступавших на Сталинград соединениях 6-й полевой немецкой армии, лучшей армией вермахта, было около 270 тысяч солдат и офицеров, 3 тысячи орудий и минометов, 500 танков. Поддержку с воздуха обеспечивали более 1200 самолетов. Противник превосходил советские войска по численности людей, артиллерии, авиации в полтора-два раза. Однако советские войска стояли насмерть. Ветеран МВД Чувашия Ксения Редькова, участница битвы за Сталинград, полгода, будучи фельдшером, вытаскивала с поля боя наших солдат. Ей даже приходилось в составе разведгруппы ходить за языком. Ползем. И вдруг наши заметили три фигуры. В таких же халатах, масс-халатах. Всех троих уложили. Уложили. Один прыгался, прыгался. Твой уже из твоих. То кумты изъяли. Прибыли. Штаб. Тепло, жарко. Я капюшон сняла. Волосы увидели. Ох, говорят, у вас что женщины ходят в рассветку? Удивились. Сталинградская битва вошла в историю человечества как одно из самых масштабных и жестоких сражений. По приблизителям подсчетам, потери с обеих сторон превышают 2 миллиона человек. В составе курсантского полка в этом противостоянии участвовал и чебоксарец Александр Рыбаков. В нашем училище было 2,5 тысячи курсантов. А в армии было 4 курсантского полка. По 2,5 тысячи. Это 10 тысяч. И в 15 число, это командующий уже сказал, из этих четырех сделали один полк тысячу человек. 9 тысяч человек потеряли мы за Сталинград на 7 дня в месяц. Сталинградское сражение положило начало контрнаступлению советских сил и стало важнейшим переломным моментом Второй мировой войны. Страна ОСИ и их союзники понесли колоссальные потери и уже не смогли регенерировать былую мощь. Около 100 тысяч немецких солдат и офицеров были взяты в плен, в том числе и фельдмаршал Фридрих Паулюс, один из авторов плана Барбаросса. Президент США Рузвельт, обращаясь к сталинградцам и его защитникам, писал, «Ваша славная победа остановила волну нашествия и стала поворотным пунктом войны союзных наций против сил агрессии». К другим новостям муниципалитеты республики начали подводить итоги работы за прошлый год. Первыми отчитались власти Аликовского района. Михаил Игнатьев провел здесь расширенное совещание и посетил несколько предприятий. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. «Покупай Аликовское, покупай натуральное». С таким девизом муниципалитет вошел в объявленный по всей стране год экологии. Продукция местного плода комбината уже стала брендом района. Спрос на консервированные овощи есть даже в крупных мегаполисах. Михаил Игнатьев предложил подумать над расширением географии продаж. Производителям необходимо выйти на рынки Москвы. Повышаются спросы на аликовский хлеб. Сейчас его реализуют и за пределами региона. На комбинате продолжается работа по модернизации цехов. Уже установили новые пекарные шкафы. В планах на этот год замена конвейера для производства кондитерских изделий. На работе присутствует ручная работа. И будем стараться минимизировать. Будем стараться закупать тестомесильный агрегат для булочной линии. И именно стабулочную машину. Кондитерские изделия 60% остаются в наших магазинах. И 40% отмускаются по частным предприятиям. И вплоть до Казани, я сказал. Чтобы изучить ассортимент местных продуктов и цены на них, Михаил Игнатьев отправился на рынок. Большинство торговых точек здесь занимают фермеры. А вы откуда приехали? Мы местные. Местные? А килограмм сколько? 45? Да. Показатели и перспективы района обсуждали уже в расширенном составе. Из плюсов. В муниципалитете полностью ликвидирован аварийный жилищный фонд. Сократилось и количество бесхозных земельных участков. Если в целом по республике дополнительно только от народной инвентаризации, только от регистрации невостребованных долей, от единого ресурса более 170 миллионов получили в 2016 году, то Аликовский район тоже здесь 6,3 миллиона получил от этих направлений. Но есть и проблемы. Экономику района не красят долги. Только за жилищно-коммунальные услуги здесь накопили более 2 миллионов рублей за должности. Потенциал у Аликовского района огромен, но этот потенциал мы должны научиться использовать сполна. Конкурентная среда выигрывает только те, кто лучше работает. Руководители муниципалитета представили Михаилу Игнатьеву и стратегию на годы вперед. В перспективе строительства нового клуба, бассейна и модернизации очистных сооружений. Глава региона отметил, необходимо сделать ставку и на инвестиционные проекты. Район очень достойно выглядит на уровне республики. И нам хочется помогать эффективно работающим районам. Мы так всегда поступали и так будем всегда поступать. Медриковалев, Рассель Мухаммедов, Республика. 11 молодых жителей Аликовского района удостоены в этом году сципензии главы Чувашии за особую творческую стремленность. Петр Петров один из лучших молодых механизаторов сельхозпредприятия «Авангард». Он учится в профильном техникуме на заочном отделении, но уже давно самостоятельно работает на тракторе. В родном хозяйстве ему доверяют. В свои 20 лет Петр убежден, что любовь к родине начинается с любви к своей земле. Четвертый год. Сначала помощник комбайнера с 2013 года, потом с 2015 уже, получается, начал работать на тракторе механизатором. Поддержка на уровне государства в определенной степени помогает молодым ребятам сделать выбор. Зачем уезжать, если есть возможность получить профессию и работу по душе? Петр Петров свой выбор уже, кажется, сделал. Родион Архипов, Дмитрий Ковалев, Игорь Зверев, Рассель Мухаммедов, Республика. Сегодня же глава Чувашии встретился с руководителями Брестинского района. Основная проблема муниципалитета – низкая пополняемость бюджета. Хотя для решения этой проблемы у местных властей все карты в руках. Основной источник дохода – земли, их необходимо активнее вводить в оборот. На рабочей встрече обсудили и перспективы. В этом году в Брестинском районе планируют реализовать четыре масштабных проекта. Это строительство фермы для содержания КРС еще на 200 голов. 200 построили в Малиновке, агрофирма «Заря». Плюс еще 200 в этом году. Выполнимо ли это? Думаю, что выполнимо. Проекты есть. Это строительство КЗ-фермы дополнительно еще на 300 голов. Марушево. До сколько вы можете довезти? До 800. До 800 доведем в этом году. В этом году свои мощности планируют нарастить и предприятия по выпуску специальных устройств для нужд РЖД. Предприниматели намерены построить новые цеха. 1,4 млрд рублей получит Чувашия на социально-экономическое развитие. Более трети средств в 510 млн рублей направятся на развитие образования. А именно на строительство, капитальные ремонты, реконструкцию школ в Цивильске, Чебоксарах, Мариинском посаде. Остальные средства распределят между отраслями культуры, здравоохранения, экономики и дорожным хозяйством. Средства будут направлены на единую субсидию, несвязанную поддержку, повышение молочной продуктивности и возмещение прямых затрат. Еще более 1,4 млрд рублей получит Чувашия на социально-экономическое развитие региона. Больше трети средств в 510 млн рублей направляются на развитие образования. А именно на строительство, капитальные ремонты, реконструкцию школ в Цивильске, Чебоксарах, Мариинском посаде. Сегодня в Чебоксарах прошло очередное заседание городского собрания депутатов. Основной вопрос повестки дня – избрание заместителей главы города. Выбирали их открытым голосованием. В итоге большинство голосов набрали Виктор Горбунов и Николай Владимиров. Они стали заместителями главы города Ирины Клементьевой. Более 8 млн рублей поступят в Чувашию на компенсацию оплаты взноса на капитальный ремонт для пожилых граждан. Правительство страны распределило суммы субсидий. В Чувашии с 2016 года одиноким пожилым людям предоставляется компенсация за оплаченные взносы на капремонт домов. В зависимости от возраста сумма субсидий разная – 50 или 100%. Размер компенсации рассчитывается исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на 1 квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц. В 2017 году она составляет 6 рублей 8 копеек из регионального стандарта нормативной площади. В прошлом году компенсацию получили 4149 человек. На эти цели направлено более 3 млн рублей, в том числе из федерального бюджета 2,5 млн. Сотрудники полиции по горячим следам раскрыли кражу автомобильных номеров. Самое интересное, что злоумышленники похищали исключительно заграничные регистрационные знаки. В течение суток в МВД Почувашии поступило сразу три заявления о краже автомобильных номеров. Владельцы автомашин сообщали, что обнаружили записки на лобовом стекле с требованием перевести деньги за их возврат. Вся сложность заключалась в том, что злоумышленники похищали номера, полученные водителями исключительно за границей. После поступления таких сообщений полицейские незамедлительно начали проводить оперативно-розыскные мероприятия и установили предполагаемое местонахождение подозреваемых. Еще через несколько часов их задержали. Злоумышленниками оказались граждане Молдавии, причем один из них находился в нашей стране незаконным. У него истек срок возможного пребывания на территории России. Мы в Чубаксарах заехали случайно, мы так-то ехали в Казань. Мы домой ехали. По Молдавии? Нет. Домой в Сербийский посад. Откуда? В Казани. В Казани ехали в Сербийский посад. Ясно. Ничего не получилось, мы между собой поругались. С своим товарищем? Ну да, и мы решили ехать домой, все, прекратить эту деятельность. Только больше своих денег тратишь, чем... Все, ехали домой, и вот здесь нас задержали. За что вас задержали, можете сказать? За кражу госномеров. Вы за возглаждение какое-то пытались вернуть, да? Да, через Киеви кошелек. А номера вы какие воровали? Иностранные. Иностранные, почему? Им-то тяжелее тут восстановить, чем российские. С каждого потерпевшего злоумышленники требовали по 3000 рублей. Есть такие люди, которые вам деньги перечисляли? Да. Сколько? Два. Два человека? Кто звонил, кто угрожал, кто в милицию пошел. Сейчас сотрудники уголовного розыска устанавливают причастность подозреваемых к совершению похожих преступлений. Данная преступная группа совершала преступления на территории Приволжского федерального округа, а именно в Нижнем Новгороде, в Казани. Сейчас будем проводить мероприятия по сбору доказательной базы. Часть похищенных номеров вернули владельцам. По розыску номеров не обнаруженных будут проводиться мероприятия. Я думаю, все вернем. К своим женам, живущим в Московской области, мужчины вернутся не скоро. На них возбуждены уголовные дела по статье, предусматривающей наказание до 4 лет лишения свободы. Вообще, в таких ситуациях людям, которых шантажируют, надо тут же обращаться в полицию, говорят оперативники, а не идти на поводу у злоумышленников. Еще два года назад на улице Ярославской на 4-х метровой глубине строители нашли древнюю кирпичную печь. Уже тогда стало понятно, что это уникальная находка. Осенью удалось раскопать печь полностью. Правда, располагалась она на месте строительства нового здания. Специалистам потребовалось немало сил и времени, чтобы реконструировать экспонат. На вторую половину 17 века пришелся бум каменного строительства. Именно в это время были возведены многие религиозные сооружения. К примеру, Веденские, Никольские соборы, Церковь Вознесения Христова, Мужской монастырь. Для их строительства использовался местный кирпич, который изготавливался прямо на стройплощадке в специальных печах. По меркам того времени подобные печи считались настоящими мини-заводами. Располагались они в пойме рек Сургутка, Чебоксарка и Кайбулка. Кирпичи расходились как горячие пирожки, а обжигались они вот в таких трех сводчатых камерах. Их длина достигала до 4 метров, а высота до 1 метра. И специалисты уже могут говорить о масштабах производства кирпича. Каждая такая печь, она могла отдавать до 5-6 тысяч кирпичей за сезон. Сезон этот с мая по сентябрь-октябрь где-то вот так вот. И потом, если по окончании сезона она уже приходила в негодность, ее просто разбирали за ненадобности, потом строили новую. Нам всем повезло. Эту печь разобрать не успели. Она дошла до нас практически в первоначальном виде. Такие находки встречаются крайне редко, поэтому решено было ее сохранить. Надо было ее вытащить, сюда перевезти, музифицировать. Ну вот эту всю работу как бы доверили мне. Работа была, конечно, адская, очень тяжелая. Ну там, представьте, на глубине 5 метров, там и в грязи, и в глине. И все это вот надо по частям ее разбить, вытащить кранами или еще так, ну и самому на горбу. Найденная в Чебоксарах печь 17 века – это первая в России находка подобного масштаба. Ее значимость сложно переоценить. Ее ценность еще и в том, что сложена она из кирпичей, которые, собственно, сама и производила. Довольно тяжелый экземпляр. Его размер 9х16 и на 32 сантиметра. Он заметно крупнее, чем обычный современный кирпич. Кстати, древняя печь уже внесена в список самых значимых объектов республики. Татьяна Филатова, Игорь Зверев, Республика. Интеллект, грация, красота. Именно эти качества помогли Татьяне Семеновой из Чувашии получить титул Татьяны Поволжья на престижном конкурсе в Саранске. С обладательницей короны встретилась наша съемочная группа. Татьяна Семенова – студентка первого курса медицинского факультета Чувашского государственного университета. Будущий педиатр с детства занимается спортивными танцами и аэробикой. Кроме этого, играет на фортепиано и поет. Все эти знания, умения очень пригодились ей на конкурсе. Татьяна Поволжья. Целых два месяца потратили первокурсница Татьяна и ее команда на подготовку к конкурсу. Днями и ночами репетировали танцы, ставили дефиле, снимали видеовизитку. На самом фестивале в Саранске девушка продемонстрировала и широкий кругозор. Было всего шесть вопросов. Точно я сейчас не вспомню все. Один из вопросов был, что такое пенальти, кто такой галкипер, в каких городах будет проходить международный фестиваль дружбы народов. Все вопросы наша Татьяна расчелкала, как орешки. На других этапах дефиле и видеовизитка также показала отличный результат. Я, конечно, об этом мечтала, даже загадывала желание на Новый год победить в этом конкурсе. Я, конечно, была очень счастлива, рада. Поняла, что все старания были не напрасны. Для меня большая честь представлять свою республику. Я обучаюсь на медицинском факультете. И для меня в первую очередь является важной, конечно же, учеба. Буду развиваться и в этом плане. Впервые конкурс Татьяны Поволжье состоялся в 2003 году и проходил он именно в Чувашии, в Чигу. Потом чувашские студентки становились победительницами лишь три раза. И очень приятно, что благодаря победе Татьяны Семеновой 15-й юбилейный окружной фестиваль Татьяны Поволжье 2018 пройдет именно в Чебоксарах. Галина Титарчук, Анастасия Лангина, Сергей Адушкин, Республика. После долгого перерыва в столице Чувашии возобновилась спартакиада школьников. В ней по-прежнему несколько видов спорта. Наша съемочная группа побывала на соревнованиях по настольному теннису. Участников спартакиады принимала спортшкола Олимпийского резерва по настольному теннису и стрельбе из лука имени Солдатовой. Соревнования для ребят-организаторов стали поистине долгожданными. Они были запланированы на декабрь прошлого года, но в силу разных обстоятельств состоялись только сейчас. Для Юрия Моисеева теннис – один из любимых видов спорта. Но молодому человеку в равной степени интересны и другие виды спорта. У нас после урока футбол, баскетбол, волейбол – это все есть. На переменах даже играем в теннис. Сможешь в теннисе, сможешь и везде, как говорится. Главное, чтобы был человек потенциал и желание. Вот это самое главное. Как говорили наши наставники, чтобы победить, надо верить в себя. Секрет успеха в спорте просто считают будущие олимпийцы. Просто нужно ходить каждый день на тренировки, усердно тренироваться. Лучшей стала команда столичной школы номер 27. Сильнейшие войдут в сборную команду школьников города Чебоксара по настольному теннису. Родион Архипов, Игорь Зверев, Мальвина Петрова. Республика. Наши новости и программы смотрите на сайте НТРК21.ру. А я с вами прощаюсь. Увидимся в эфире национального телевидения Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин